Здравствуйте, уважаемые товарищи, слушатели Красного Университета! Сегодня у нас лекция на тему борьба за сокращение рабочего времени. Мы рассмотрим здесь три вопроса. Первое, собственно, а почему необходимо сокращать рабочее время, если такая объективная необходимость? Второе, а почему встает вопрос о борьбе? То есть почему сокращение рабочего времени происходит беспроблемно? И третье, а как надо бороться за сокращение рабочего времени? Вот три главных пункта сегодняшней лекции. Начнем с того, что делает возможным и, соответственно, необходимым сокращение рабочего времени. Мы с вами понимаем, что прогресс производительных сил имеет своим главным критерием повышение производительности труда. Повышение производительности труда означает, что на единицу выпуска требуется все меньше труда. И, между прочим, не только на единицу выпуска в рамках одного предприятия, но в конечном счете мы имеем сокращение рабочего времени при выпуске всего общественного продукта. Вот такая ситуация характерна особенно для периода крупной машины индустрии, когда технический прогресс освободил повышение производительности труда от ограничений, связанных с физическими возможностями человека. Ну а, как мы понимаем, научный прогресс бесконечный. Соответственно, бесконечный прогресс техники в каждый момент только ограничен достигнутым уровнем. на развитие наук и техники, и мы знаем с вами, что этот уровень обязательно будет превзойден. И вот в результате научно-технического прогресса складывается такая картина. Мы должны рассмотреть соотношение трех главных элементов общественной деятельности, то есть того времени жизни общества, которое не связано с удовлетворением естественных потребностей. Разумеется, жизнь общества складывается из жизни его членов. Так вот, три крупных сферы социальной деятельности. Это первое – деятельность в производстве, то есть непосредственно производительный труд. Второе – это деятельность в непроизводственной сфере, то, что мы называем непроизводительным трудом. И третье – это время за рамками экономической деятельности, связанное с развитием человека непосредственно, где развитие человека становится самоцелью. Так вот, с прогрессом науки и техники складывается такая ситуация, что сокращается время труда в производстве и относительно остальных элементов, и в абсолютном выражении, это особенно характерно для второй половины XX века, но эта картина продолжается и сегодня. Затем увеличивается относительно время производительного труда, время непроизводительного труда в рамках всего общества, оно может возрастать и абсолютно. И это неудивительно, потому что время непроизводительного труда, чему посвящается, в своей прогрессивной части такой, посвящается обеспечению образования всех членов общества, посвящается здравоохранению, развитию культуры, культуры, искусства и так далее. То есть это труд людей, которые оказывают услуги человеку, всем членам общества, остальным, в развитии их способностей. Ну и наконец, поэтому есть смысл, конечно, и в этом состоит и прогресс, тоже увеличивать долю и размеры вот этой сферы жизни общества. Ну и наконец, мы понимаем, что есть развитие непроизводительной сферы, но когда-то люди должны быть не только учителями, но и обучающимися, не только тренерами, но и занимающимися культурой и спортом, не только актерами, для которых деятельность их является основной, да и то, что сейчас называется профессией, но и те, кто занимается это для, что называется, души, в порядке художественной самодеятельности. Значит, должно увеличиваться свободное время. Вот так и происходит на самом деле. И сегодня мы знаем, что в производстве затрачивается предварительно пятая часть времени экономической деятельности. Четыре пятых, соответственно, затрачиваются в непроизводственной сфере, но и значительная часть за рамками экономической деятельности обеспечивает развитие способностей членов общества, и эта часть тоже взрастает. Казалось бы, что вот такая пропорция должна быть в деятельности каждого члена общества, но мы пока об этом не будем говорить. Мы просто отмечаем сам факт, что если сокращается время, занятое в производственной сфере, то при прочих равных условиях, при стабильной численности населения, например, и при стабильной численности трудоспособного населения величина времени в расчете на каждого занятого в производстве тоже уменьшается. Соответственно, величина времени, которая посвящается деятельности в непроизводственной сфере, включая время управления, время занятия научным, трудом и так далее, эта величина в деятельности каждого тоже увеличивается, ну и, соответственно, увеличивается и время, которое посвящается свободному развитию членов общества, то есть где развитие способностей человеческих является самоцелью, то, что называется свободное время в таком истинном понимании этого термина. То есть вот возможность этого совершенно очевидна, связанная с прогрессом науки и техники, но мы знаем, что в диалектике возможности и необходимости это категории переходящие друг к другу и в чем состоит эта необходимость. Но дело в том, что сокращение рабочего времени, если мы берем время, прежде всего, производственной деятельности, это условия повышения производительности труда. Значит, причем, я бы сказал так, предварительные условия, потому что если мы рассматриваем с вами, как происходит процесс повышения производительности труда, особенно если мы рассматриваем это в рамках уже машины индустрии и тех способов производства, которые функционируют на базе крупной машины индустрии, а это капитализм и коммунизм, в том числе коммунизм его в первой фазе, это социализм. Так вот, чтобы освоить новую технику, люди должны предварительно обучиться. Это обучение связано и с освоением теоретических знаний, принципов и основ научных знаний, но и не только. Для того, чтобы освоить новую технику, нужно специально потратить время, чтобы изучить ее режимы, попробовать, как функционирует техника, определить порядок деятельности, привык к нему. То есть освоение техники, оно, конечно, по видимости, представляет из себя труд, но на самом деле здесь главное – это обучение. И, строго говоря, это относится не к временям производства, а ко времени обучения. То есть здесь задачей является развить способности работника до такого уровня, который соответствует требованиям этой техники. Здесь развитие способности превращается в самоцель. Так на самом деле, это процесс, который, хотя происходит в рамках формально рабочего времени, по сути, есть свободное время. И вот если вы не выделите время для такого обучения, никакая техника не заработает. Потому что мы знаем, что работник – это основная производительная сила. Если работник не поднимется на высоту требований этой техники, вот путем такого обучения, техника не заработает. Ну, естественно, можно включить и попробовать, и прогнать. Ну, что вы получите? Ну, она, так сказать, или испортится техника, или будет все время брак гнать такая техника, потому что работники с ней не совладают. То есть, поэтому очень важно понять, что сокращение рабочего времени для цели развития способности работника – это предварительные условия всякого повышения производительности труда. Это верно и сегодня, да. Это вообще верно, и если мы возьмем в целом прогресс производительных сил, потому что можем сказать, что производительные силы, скажем, в условиях рабовладения, прогрессировали за счет чего? За счет того, что они уже начинали представлять собой воплощение определенных научных знаний, потому что выделилась сфера науки, и появились люди, которые могли этому посвящать свое основное время. Но в то же время мы понимаем, что поскольку работники, непосредственные работники, рабы, были лишены всякого свободного времени, в том числе и времени для развития своих способностей, то никакого прогресса орудий там не наблюдалось. Наоборот, там старались сделать примитивные эти орудия, потому что рабский труд был принудительный, и он совершенно не мотивировал работников на повышение производительности труда. Наоборот, он побуждал их к тому, чтобы испортить орудие труда и как-то на какое-то время облегчить свое бремя этого непосильного, непомерного труда. Ну, надо отметить, что на самом деле с прогрессом рабовладения, вот и рабовладельцы, которые были заинтересованы в совершенствовании орудий труда, начинали использовать некоторую систему материального, морального поощрения, в том числе и в виде сокращения рабочего времени. Но в целом рабовладение эту задачу не решило, а вот в условиях крепостничества работник уже в большей мере мог с собой располагать. Да, у него была уже часть времени, которое он располагал, следовательно, и было свободное время тоже, но и это способствовало прогрессу производительных сил и орудий труда. Значит, в условиях капитализма картина складывается тоже достаточно противоречиво. Чтобы первые, так сказать, машины использовались совершенно по-другому, без, так сказать, такого специального обучения предварительного, но чем сложнее становилась техника, тем больше возникала необходимость в том, чтобы и в целом подготовить работников, то есть обеспечить грамотные, чтобы они могли бы хотя бы прочитать инструкции, чтобы, говоря со временем языком, психологические карты, и нужно было подготовить их к смене этих машин, и вот там уже сокращение рабочего времени становится совершенно очевидно предварительным условием прогресса техники, но как это реализовывалось, мы об этом будем говорить ниже. Значит, итак, мы видим, что невозможно развивать, так сказать, средства производства, имея в виду орудия труда, средства производства, да, орудия труда, как я уже сказал, без того, чтобы не было свободного времени, которое обеспечило бы профессиональное развитие работников, ну и чем больше производства становится технологическим приложением научных достижений, тем острее необходимость в том, чтобы рабочие овладевали основами научных знаний, да, и это требует тогда повышения уровня образования, и можете тоже рассматривать, между прочим, как увеличение свободного времени, кого? Работников. Потому что если в середине 19 века начало рабочей карьеры, это было 5 лет, да, вот поскольку примитивные, совершенно были орудия труда, и выполняли эти рабочие, малолетние, примитивные функции, то сегодня нам старт уже не в 5 лет, а надо, так сказать, получить среднее образование хотя бы, да, и общее среднее образование, и специальное среднее образование, поскольку без этого уже с современной техникой работать невозможно. И в результате рабочий стаж, да, или совокупное время, если брать все отработанное время за всю жизнь, уже сокращается за счет того, что поднимается верхняя планка вступления, возраста вступления в трудовую жизнь, связанная с тем, что нужно сначала обеспечить развитие способностей работников, вот за счет общей системы образования, да. Так что мы видим, что действительно никакого прогресса в технике современной не может быть без увеличения свободного времени. Ну и, наконец, мы можем еще одну сторону взять, тоже немаловажно, и зачастую пускаем из виду. Какую сторону? Вот кажется, что сокращать рабочее время нужно только тогда, или можно только тогда, когда уже повысилась производительность труда. Мы отметили, что, во-первых, сокращение рабочего времени для обучения работников – это предварительные условия повышения производительности труда. Ну, во-вторых, здесь ведь, на самом деле, связь более широкая. Почему? Потому что, ну, кроме работников, которые непосредственно у станков, есть работники, которые обеспечивают сопровождение технологического производственного процесса, технологи, инженеры, есть управленцы, которые в целом организуют вот этот прогресс, повышение производительности труда. И, надо сказать, что, как мы понимаем, далеко не всегда существуют только интересы, связанные с тем, чтобы обеспечивать технический прогресс. Существуют определенные интересы, расходящиеся с этим, да, потому что даже без относительных специфики социально-экономического строя требуют внедрения нового, требуют напряжения сил, требуют переобучения, требуют, значит, изменения определенных в коллективе функций. И все это, вообще говоря, в определенной степени болезненно затрагивает интересы участников такого инновационного процесса. Так вот, на самом деле мы должны понимать, что сокращение рабочего времени, когда это осуществляется, так сказать, в законодательном плане, это мощнейший побудитель к тому, чтобы все участники вот этого процесса, процесса, обеспечивающего повышение производительности труда, хотят они или не хотят, обеспечивали такое повышение. Потому что если вы не обеспечили этот прогресс, а, скажем, сокращение рабочего дня введено в законодательство, значит, будут нарекания. Я бы отметил еще раз, независимо от того, какая это система. Вот можно посмотреть материалы, которые освещали опыт сокращения рабочего дня до 7 часов в Советской России, вы знаете, что этот переход начался с манифеста, принятого в 1927 году к десятилетию Великой Октябрьской Советической Революции, то в литературе было видно, что вот этот процесс шел непросто. Производственники жалуются, не хватает того, не хватает этого. Но в конечном счете переход-то состоялся, значит, хватило. А что значит хватило? Значит, стали работать по-новому, переступили свои границы, вышли за свой предел, предел того, что было достигнуто, и подняли производительность труда до того уровня, который был необходим. Поэтому, еще раз говорю, что сокращение рабочего времени, это и предварительные условия повышения производительности труда, это и мощный, побудительный фактор к повышению производительности труда. Вот это некоторые общие закономерности, или, я бы сказал, даже можно это рассматривать как закон сокращения рабочего времени, если мы берем развитие общественного производства во всех его исторических стадиях. Но, разумеется, этот закон проявляется по-разному в разных формациях. Я бы отметил, что, переходим к второй части нашей лекции, отмечаем, а почему надо бороться за сокращение рабочего времени, если это такая позитивная, прогрессивная тенденция? Это даже закон, если мы берем все историческое развитие. А почему надо бороться так? Значит, есть какие-то препятствия, причем препятствия не только связаны с природой, борьба с природой. Мы должны открыть новые закономерности физические, химические, органические. Ведь тут борьба с природой – это некоторый переносный термин. Или, по крайней мере, мы не имеем в виду, когда говорим о борьбе за сокращение рабочего времени. Мы говорим о том, что приходится бороться с действиями людей, которые этому препятствуют. А эти действия, как мы с вами понимаем, обусловлены экономическими интересами. И вот надо выявить, почему же такие интересы возникают и кто является носителем этих интересов. Вот надо отметить, что в современных условиях главным препятствием для сокращения рабочего времени является как раз воспроизводство старого изделения труда. Когда существуют классы, выполняющие непосредственно производительный труд, это, прежде всего, сегодня уже, пожалуй, один класс, именно рабочий класс. И есть люди, которые выполняют преимущественно непроизводительный труд, и они сгреплены социально-экономически за этим видом деятельности. Ну и, наконец, есть праздные классы, которые вообще к труду имеют отношение только в качестве потребителя произведенного трудом, других. То есть это люди, которые социально-экономически сгреплены за праздностью. Такие тоже люди есть, разумеется, в современном обществе. И как же это тогда препятствует сокращению рабочего времени? Вот возьмем современный капитализм. Значит, если мы посмотрим капитал Маркса, его первый том, Маркс прекрасно показывает, что капиталисты заинтересованы выжить одно и то же количество труда из меньшего количества работников. Это связано с тем, что снижаются издержки на рабочую силу, связанные с оплатой работников. И это связано с тем, что тем самым создается так называемая резервная труда, которая давит на работающих и понижает уровень заработной платы у работающих, а с другой стороны, всегда обеспечивает капиталистов необходимым количеством работников, если потребуется расширение производства. То есть, это вот такой закон капитализма, который Маркс выявил, что капиталисты заинтересованы в извлечении одной и той же массы труда из меньшего количества работников. Это вот надо иметь в виду. Это что означает на практике? Это означает на практике следующее. Если произошло повышение производительности труда и уже не требуется столько труда, ну, например, повысилась производительность туда вдвое. И чтобы обеспечить выпуск того же объема продукта, который был прежде, можно было сократить рабочее время для всех и ни одного человека не уволить. А они избирают другой путь. Они увольняют половину, заставляя работать прежних работников или оставшихся работников в то же самое время. Да еще, на самом деле, это не факт, что сохранится даже прежняя заработная плата. Вот поскольку такое идет массовое увольнение, скажут, будьте довольны тем, что вы еще на работе остались. И поэтому запросто могут и срезать заработную плату. То есть, это колоссальный выигрыш с точки зрения капиталистов, но такой вот немедленный выигрыш. Разумеется, мы понимаем, что в конечном счете капиталисты заинтересованы в том, что работники были обучены, чтобы они были мотивированы. И кое-что в этом плане тоже делается. Но непосредственные выгоды капиталистов состоят в том, чтобы использовать труд как можно меньше количества работников при повышении позволительности труда. Непосредственный интерес. А вот чтобы они действовали в своих долгосрочных интересах, к этому их надо принуждать. Сами они за редким исключением на это не пойдут. Бывают редкие исключения. Ну, можно запомнить. Поскольку они настолько редкие, эти исключения, что их легко запомнить. В Англии в начале 19 века вместо 14-ти 10-часовой рабочий вел по собственной инициативе. Ну, ой, мы знаем, это вообще социалист, хотя и утопист. То есть, он по принципиальным соображениям, по принципиальным соображениям прогресса это делал. Мы знаем Форда, такого капиталиста, который вел 8-часовой рабочий день, тоже принципиально. Знаем, что это повысит отдачу работников. Да, и он это сделал. Были, например, и у нас. Вот в Нижегородской губернии был такой Бугров, который на своих мельницах в начале 20-го века вел по своей инициативе 8-часовой рабочий день. Но это вот настолько редкие факты, настолько исключительные эпизоды, что мы по пальцам можем пересчитать таких капиталистов. Матчи свои на это добровольно не идут. Ну, хорошо, они не идут. Может быть, вот рабочие сразу начинают, каждый рабочий требует сокращения рабочего времени. Ничего подобного. Рабочие, если они действуют в одиночку, значит, как они могут повысить зарплату? Вот торговаться с капиталистом в одиночку. Ну, рабочий не может, потому что капиталист один, рабочих много. Заведомо проигрышная позиция. Заведомо проигрышной позиции. Поэтому торговаться за выгодную тарифную ставку, то есть плату за единицу труда, рабочий торговаться-то может. Результат предопределен. Поскольку рабочих много, продавцов много, рабочей силы, а капиталист один, вот в рамках даже одного предприятия, то, разумеется, тарифную ставку ее увеличено, будет определять капиталист. Если я подчеркиваю, если рабочие действуют в одиночку. И что тогда рабочим остается делать? Если они хотят повысить свой реальный заработок, то есть количество благ, которые они могут купить на свою денежную зарплату, будут увеличивать, количество отработанных часов. Увеличивать. Несмотря на то, что обостряет конкуренцию, ведет к снижению расценок, все это, разумеется, но вот все время кажется, и это не только кажется, это так отражает видимость, что вот по сравнению хотя бы с другими я могу получить больше за счет того, что я больше буду работать. И они идут сверхурочные, они выходят в праздничные выходные, они забывают о отпусках, они еще прихватывают вторую работу. Правда? Знакомая ситуация. А вы думаете, что в XIX веке такого не было? Тоже такое было. А что люди хотят повысить свое благосостояние, если они это добиваются. Хотя добиться в одиночку, они могут это делать только единственным способом. Увеличивать работное время. Хотя это, так сказать, безрезультатно в конечном счете, но есть же предел всему. Но всегда кажется, что можно еще поднажать и так далее. Но, разумеется, можно попробовать и другое сыграть. Если я квалифицированный работник, рабочий, я скажу, что вот я не буду, и если вы мне не заплатите, ну, это один раз сработает, второй раз, а третий раз я вас уверяю. Ну, что уверять-то? Вот люди, житейские опытные, знают, что выкинут такого рабочего. Выкинут, несмотря на что. Потому что вот это называется, словами Маркска, деспотия капитала. Неужели деспот будет мириться, так сказать, с какими-то возражениями стороны тех, вот, кого он давит? Долго мириться? Да нет, конечно. Поэтому он показательно, может быть, это сделает. Даже, может, в каком-то смысле в ущерб себе. Капиталисты могут сделать так, в ущерб себе временно, с тем, чтобы вот держать поминовение всех остальных, всех оставшихся. Поэтому это мощное, очень препятствие для сокращения рабочего времени, потому что рабочие, такие вот рабочие, действующие в зиночку, они, прямо, добиваются, за счастье почитают, еще, увеличивают свое отработанное время. Это примеры, вот, совершенно реальные. Вот у нас в Российском капитете рабочих соприседателем был в некоторое время Константин Александрович Синков. Он работал в свое время токарем завода, машиностроительного завода Нижегородского, был организатором забастовки, крупной на этом заводе. Он работал в другом предприятии. И вот он, значит, на Российском капитете рабочих выступал, и тоже предлагал принять поставление, которое говорило о том, что нужно отказываться от сверхурочных, нужно добиваться сокращения рабочего времени. И вот ему позвонили из Ленинграда, он рассказывал, делился своим впечатлением, говорит, такой человек тоже в возрасте, говорил, вы что там в Нижнем Новгороде? Совсем с ума сошли? Синков был такой твердый, сказал, что вы хотите сказать-то? Чего вы тут кричите-то? Как? Вы хотите сокращить рабочее время? А у меня внуки, я зарабатываю для внуков, как я без сверхурочных заработаю? Вот вам, пожалуйста. Это не 19-й, не 20-й, 21-й век, и человек, который на современном заводе работал, и вот передает эту такую типичную психологию человека, который хочет выбиться в люди в одиночку, рабочего человека, рабочего, и, возможно, коэффицирован рабочего, скорее всего. Так что это очень мощная сила. И тут идет смычка, интересов капиталистов, которые стараются выжать побольше труда из одного и того же количества работников, соответственно, если сокращается рабочее время, то тоже из меньшего количества работников. Ну, и вот тех рабочих, которые хотят заработать и добиться улучшения своего положения в одиночку, а не борьбой местной. Ну, и, наконец, еще отметим, что помимо капиталистов и рабочих есть люди, которые с удовольствием принимают этот порядок. Ну, не с удовольствием, но, в общем, принимают. Это вот те, как раз, большие, все растущие социальные слои в непроизводственной сфере, которые закреплены за... Станэкономические закреплены, конечно, не цепью, а вот тем, что они преимущественно занимаются именно этими деятельностями на протяжении всей своей жизни за непроизводительным трудом. Вот люди в областном труда, люди, можно сказать, занятые в сфере искусства и так далее, вот они как-то вот находят тысячи оправданий, почему вот они вот должны выполнять только этот труд, а труд в сфере производства должен выполнять тот и другой. Тысячи оправданий. Они говорят, что вот мы с такими способностями, что они не поступили в университет, я имею в виду те, кто рабочие, что они хотели, а у нас любой может поступить. Да как же любой может поступить? Милые люди. Как-то вот они очень умные в своей сфере профессиональной, а как начинают вот эти вопросы забирать? Сразу какое-то у них это помутнение разума. Ну, как можно поступить, если заведомо мест в университетах меньше, чем число которых, людей, скажем, выпуск и школьников, да, или тех, которые в выпуске школы хотели бы учиться дополнительно, ну, меньше места. Ну, или, говорит, любой может учиться. Как любой? Бюджетные места на им ограничение, а вы имеете в виду, что надо заплатить? Ну, заплатите. Государство позаботилось, чтобы, во-первых, даже и небольшие-то деньги заплатить сложно тем людям, которые сводят концы с концами. А вы знаете, у нас миллионы людей, даже десятки миллионов, получают зарплату около минимальной. Как ты заплатишь за университет? Ну, как заплатишь? Даже своих детей, при всем желании, если по такой зарплате сидишь. А если уже там зарплата, если, так сказать, цена обучения за 100 тысяч, ну, здесь не всякий. Потянет такую оплату, которую зарабатывают на уровне средней заработной платы, да, 50 тысяч в месяц. Короче говоря, современное общество обустроено таким образом, чтобы высшее образование точно было не всеобщим. А в основном высшее образование открывает дорогу в сферы привлекательного непроизводительного труда. Я не имею в виду там санитарок, в больницах, да, там можно и без высшего образования. Там нянищик, да. Конечно, и без высшего образования можно, но туда-то ведь тоже не идут эти люди. Это так вот, знаете, уже такая сфера, на которую идут те люди, которым деваться некуда. Не в производстве, не здесь, и вот такие сферы неподвлекательного труда есть и в непроизводственной сфере. Мы тоже знаем, да. Но не об этом уже мы говорим, когда говорим о том, что люди стремятся в непроизводственную сферу. Они стремятся к труду творческому, в хороших условиях, которые открывают, значит, перспективу карьерного роста, там, по этой лестнице. И вот эти люди, значит, конечно, с удовольствием принимают тот порядок, что есть класс людей, которые, несмотря на то, что общественная производительность труда, так сказать, возрастает постоянно, и за век она возрастает десятикратно, двадцатикратно, тем не менее, у рабочих восьмичасовой рабочий день это лучше. А на самом деле, как мы знаем, что даже и больше, потому что, если преобладает в рабочем классе настроение такое, что каждый за себя, каждый должен позаботиться о себе, сам в одиночку может улучшить свою жизнь, ну, тогда там не в 12 часов, это не предел, а можно вернуться и к уровню 19 века, границ-то нет никаких с точки зрения капиталиста в этом смысле, то вот такая картина и складывается. То есть, и это стремление приложить на плечи рабочих свою долю производительного труда, она характерна не только для капитализма, то есть стихийным образом, она характерна, между прочим, для социализма тоже. Для социализма. И там тоже такие настроения бытуют, что как можно там инженеру что-то или там ученому заниматься производительным трудом, поехать, я просто вот по своему опыту говорю, как это на картошку можно поехать, да что это нас отвлекает, или там на уборку урожая, или на прополку, да как же мы такие люди труда, ну значит, вот эти такие предрассудки, еще раз говорю, что в огромной массе не капиталистов, не рабочих, а наемных работников, но только не производительного труда, а наемных работников умственного труда и так далее. вот вся эта масса таких настроений, таких действий, таких побуждений, это мощные препятствия для сокращения рабочего времени. Ну, а чтобы понять, мы говорим про рабочих, я просто хочу отметить, что на самом деле тот уровень рабочего времени, который формируется в производстве, это на самом деле выступает, как правило, в качестве верхней границы рабочего времени в непроизводственной сфере. Но я не беру там продавцов, которые на самом деле это тоже в значительной степени люди, продолжающие производство в сфере обращения, говоря с Лавием Маркса, а вот если мы берем для положения тех, кто занят действительно непроизводительным трудом в этой непроизводственной сфере, ученых, преподавателей и так далее, то для них, конечно, то, что является нормой для рабочих, это верхний планк, верхний планк. Так вот, мы видим, что существует очень много препятствий в виде действий, настроений, побуждений, устремлений для сокращения рабочего времени, несмотря на повышение общественной производительности, несмотря в современном обществе. Значит, разумеется, если действуют такие интересы, то провести сокращение рабочего времени нужно только в результате борьбы, разрешение противоречий между необходимостью сокращения рабочего времени и действиями направлены против такого сокращения. И, разумеется, эту борьбу может вести только тот общественный субъект, общественные силы, которые заинтересованы в сокращении рабочего времени. В качестве такой силы выступает рабочий класс. И тут нет никакого противоречия с тем, о чем я говорила, что рабочие, когда действуют по одиночке, стремятся обеспечить повышение заработка за счет вледенения рабочего времени. Они стремятся и наносят ущерб своим интересам, здоровью, материальному благостоянию, потому что только заработаешь конечным учебным лекарством, и капиталисты используют это в качестве средства для пересмотра норм. Вот такие пути, они обостряют конкуренцию между рабочими, снижают гарантии занятости. То есть, это в какой-то степени выгодно, но мы говорим, что это побочный интерес, второсипедный. А коренной интерес рабочего, как представителя рабочего класса, стоит в том, чтобы сократить рабочее время и повысить заработок и обеспечить время для того, чтобы получить возможность для борьбы за свои коренные интересы, для общественной деятельности, для развития за рамками производства, для приобщения к достижениям культуры. В этом и стоит коренной интерес рабочего класса, а значит, и каждого рабочего. Поэтому те действия, которые обусловлены побочными интересами рабочих, должны быть нейтрализованы чем? Действиями рабочего класса в коренных своих интересах. Так вот, обеспечить сокращение рабочего времени в условиях, когда со стороны капиталистов, со стороны рабочих в действующих своих побочных интересах, со стороны тех социальных слоев, которые заинтересованы в консервации старого разделения труда, можно только коллективной борьбой рабочего класса за сокращение рабочего дня. Ну, а эти коллективные действия, как мы с вами понимаем, могут быть обеспечены только при помощи организации специальной, это, конечно, профсоюзная организация. И не случайно успехи сокращения рабочего времени, а эти успехи начались, датируются уже движением с конца 19 века, связаны с подъемом завасовочной, стачной борьбы, ну, и не всегда ее организаторами выступали профсоюзы в таком признанном смысле, потому что, скажем, в царской России профсоюзы не были легализованы, поэтому зачатки профсоюзных организаций были, и действия были, которые выполняются сегодня профсоюзными организациями, но это вот не имело формы профсоюза, такого признанной формы профсоюза, законной формы. Ну, и как можно добиться, что за коллективные действия и забастовочная борьба? Конечно, забастовочная борьба. Во-первых, забастовочная борьба – это уже, я бы так сказал, сама забастовочная борьба, само прекращение работы в интересах рабочих есть отвоевание свободного времени. Вы можете, так сказать, капиталисты нас нападают и так далее, но когда мы решили, что мы будем бороться со своим интересом, что это означает? Мы отвоем свободное время, как время, когда мы действуем в своих интересах. Вот прекращение работы и какое тогда время? Просто не рабочее время. Просто, так сказать, что разве стачкующиеся, это настоящая стачка, организованная по Советам и разошлись по домам, и кто куда, и кто на диване лежат. Да разве так успеха добьешься? По-настоящему стачка идет тогда, когда люди не уходят с своих рабочих мест, не работают, конечно, а что они проводят? Собрания, обсуждают тактику и стратегию, обсуждают, а что надо дальше делать? Изучают трудовой кодекс, это вот прямое превращение нерабочего времени в свободное время, таким, путем отвоевания, потому что люди нуждаются в этом, рабочие люди, чтобы ставить свои интересы, они вот таким образом отвоевывают для себя рабочее время. Стачка это и есть отвоевание части рабочего времени с целью превращения его в свободное время, не считая сводья капиталиста. Это раз. Второе, значит, какая стачка бывает успешной? Вот мы в рамках российского аппетита рабочих это очень много обсуждали и по опыту, видите, опыт всегда подсказывает того, что делали в российском профсоюзе докеров в морском порту Санкт-Петербурга, известно, что наиболее эффективная стачка была такая стачка, которая предусматривала не полную остановку работы, а пристановку работы на время. На час, например, в смену. Ну, разумеется, перед этим шел отказ от сверхурочных. Это уже сокращение. А поскольку сверхурочные сейчас это даже по названию тоже думаешь, какое сверхурочные, когда это стало вроде как нормой. Я говорю, вроде как. Потому что как же можно считать нормой? Это и против закона, это и против интересов рабочих, коренных. Но тем не менее. Значит, вот они отказались от сверхурочных при выполнении норм на 101%. Дальше, значит, они отказались от работы на 1 час. И тоже вообще, конечно, норм уже выполнить трудно было, но закращение заработка было не норм, не очень большим. Ну, на час, ну, там, десятая часть заработка. Неприятно, конечно, но неприятность такую можно пережить. тем более, что забастовка-то была связана с требованием повысить заработную плату, в том числе в виде тарифов. Значит, можно было в конечном счете добиться того, что мы, так сказать, работаем на час меньше, и вот так в такой форме проводим забастовку, а повышение заработной платы приводит к тому, что заединиться труда, что в конечном счете за меньшее время мы начинаем получать столько же, сколько раньше, за большее время, и даже выше, то есть тогда что получается совмещение и сокращение рабочего времени не просто с сохранением уровня заработной платы, а с повышением его. Вообще это песня. Да, это вполне экономически возможно. Борьба только и проблема в том, что это требует высокого уровня организации коллективных действий, значит, постоянной работы профсоюзников, ну, такое отмобилизованности рабочего коллектива. Но, надо сказать, что вот докеры такую мобилизованность демонстрировали на протяжении более чем год. Но чтобы постоянно к этому перейти, таких еще фактов не было. Таких фактов еще не было. Чтобы постоянно работать в режиме забастовки в виде сокращения рабочего времени, сейчас такого не было еще пока. Но перспектива, конечно, с этим связана. Работаем, работаем, потом, в конце концов, капиталисты понимают, а, рабочие не отступят, б, что работают на час меньше, рабочие, тем не менее, обеспечат выполнение производственной программы, организация производства улучшилась, были использованы новые технологии, новая техника, и прибыль нисколько уменьшилась, и тогда опыт практики уже побуждает капиталиста принять эти условия и пойти на уступки, поскольку он практически ничего не потерял. Ведь до этого нужно довести. И вот, если это широко развернется, то дальше будет картина какая, что уже и государство, как коллективный капиталист, скажет, ну, что вы тут упираетесь, отдельные капиталисты, смотрите, как все хорошо. Тут и зарплата растет, и вроде работники довольны, спрос растет, и все мы такие цивилизованные и хорошие. Давайте, как мы примем такой закон. Разве такое невозможно? Возможно. Мы принимали же во Франции закон 35-часовой рабочей недели. Принимали. Ну, конечно, не сами по себе, а вот в результате того, что французские рабочие долго били за это дело, и в отдельных предприятиях добивались успеха, и получилось шокое распространение, когда получилось шокое распространение, ну, тогда можно уже узаконить то, что и так вошло уже в норму жизни. Вот ведь как при капитализме добивается сокращения рабочего времени. Ну, и я хочу сказать, что даже при социализме, ну, поскольку сокращение рабочего времени при капитализме позволяет рабочим посвятить все больше времени в борьбе за свои экономические интересы, а потом, значит, на этой почве он оставит борьба за политические интересы, так и было в России, между прочим, да, вы помните, что даешь 8-часовой рабочий день, и тоже второй лозунг, это удалуй самодержаве, а, это массовые были же выступления уже, так сказать, перед первой русской революцией, начиная с, после, значит, совершения контрреволюции тоже самое выходили, когда выходили, не в праздничные жизни выходили, а это были бастующие, сотнями тысячи выходили, и вот эти требования в них уже прекрасным образом совмещались, так что, они на этой волне добились успеха в конечном счете, но я хочу сказать, что и при диктатуре репатриата придется бороться, бороться за сокращение рабочего времени, вот опыт наш тоже показал, что придется бороться, вот даже когда государство приняло диктатуру репатриата, значит, вот этот акт о том, что надо сокращать рабочий день до 7 часов, я уж не беру введение 8-часового рабочего дня, тогда была борьба с диктатурой репатриата с капиталистами, да, а здесь уже никаких капиталистов или капиталистов там где-то на периферии, 27-й год, а уж через 3 года там, через 4 вообще их не было видно, что же тогда препятствовало, да кому-то бюрократизм, то вот, значит, жалобы на то, что как-то стало сложно работать, да мы не сможем, да и у нас нет ресурсов, и эта нота ведь она где-то объективная, а что значит ресурс? Найдите, найдите, значит, подумайте, вы для того и организатора производства, чтобы находить, открывать те резервы, которые сегодня используются, так это надо творческий подход, это нужна инициатива, это должно быть напряжение постоянное, отмобилизованное, и что, вот так все бюрократы, вот бюрократы это люди, которые относятся к делу управления как к чужому делу, и вот так они все будут прямо на ура проводить курс на 7-часовой рабочий день, и я должен сказать, конечно, не было, тем более, что когда это 7-часовой рабочий день используется для чего? Для того, чтобы увеличить время, которое рабочие уделяют участию в управлении. Да, значит, а как, в каких формах? Мы же это прекрасно помним, что в конце 20-х годов началось шефство заводов над госучреждением, то есть приходят организованные рабочие, да, так сказать, министерства, начинают контролировать, что там делают, то есть вся эта заткальная атмосфера, когда чайок попиваем, там беседы ведем на отвлеченные темы, вся эта атмосфера пропадает, все портит рабочие, все хорошо было, а они пришли и спортили, потому что они люди где-то с танков, там не побеседуешь, да, и чайок-то не погоняешь, и вот вдруг таких, все было хорошо так и гладко, и вдруг вот они пришли, рабочие говорят, а что вы тут делаете, дорогие друзья? Мало того, что они спрашивают, они еще, значит, дальше дают в Раб Крин, сообщение о том, что здесь явно лишние люди, потому что все можно делать в значительно короткое более время, значит, сокращение происходит этого аппарата, сопряженное с улучшением его работы, с уменьшением волокита, и бюрократизма, и так далее, неужели это на ура будет встречаться? Мы видим, что не очень на ура, но вот провели одну, значит, потом были, вот мы знаем, обстоятельства, связанные с Великой Отечественной войной, конечно, это потребовало напряжения всех сил, мне уже сокращение рабочего дня пришлось на время забыть, но когда мы установили картины все та же, она все та же, но уже получилось так, что, так сказать, рабочий класс даже потерял орудие свое, при помощи которого он мог бороться с вот этой бюрократической волокитой, и с этим бюрократическим противодействием сокращения рабочего времени, он потерял диктатуру Польтериата. И поэтому, так сказать, если нам более-менее понятно, и исторический опыт такой успешный есть, борьбы за сокращение рабочего времени и прежде всего рабочего дня в условиях капитализма, то такого развернутого опыта борьбы за сокращение рабочего дня в условиях переходного периода и в условиях построения социализма еще нет, еще не накопило, это тут много придется подумать, потому что все кругом свои, все будут кивать и жаловаться на очень сложные объективные условия, на невозможность при всей этой рабочей времени будут находить люди, которые будут писать, расписывать это в красках, обосновывать это теоретически, я это не голословно говорю, я читал брошюры, в которых говорилось, ну, 7-часовой рабочий день, от того времени, да нет, лучше 8-часовой, ну, пусть будет один выходной лишний, да, и потом, вот, так сказать, был известный такой очень экономист и статистик у нас тоже, который написал потом в своей работе позднее, что да, 7-часовой рабочий день, потому что мы, значит, хватили лишнего, вот, это от лица науки говорилось, и так тоже будет, поэтому борьба за сокращение рабочего времени в целях повышения производительности труда, в целях использования этого повышения для развития всех членов общества, в целях мотивирования повышения производительности труда, эта борьба будет осуществляться и носить классовый характер до полного уничтожения класса. И когда будет полный коммунизм, эта борьба будет продолжена, потому что всегда на пути, вот, нового, на пути, сказать, улучшения положения тех, кто занят производительным трудом, будут стоять интересы, какие? Интересы консерватизма, сохраните, оставив все как есть, а если все как есть остается, значит, теряется и возможность, и необходимость, и мотив для сокращения рабочего времени. Вот какая перспектива, уважаемые товарищи, борьбы за сокращение рабочего времени, эта борьба будет существовать столько, сколько существует, и будет существовать человечество, и даже при полном коммунизме. Другое дело, что при полном коммунизме эта борьба перестанет носить классовый характер. Приняты, конечно, более человеческие формы, более прогрессивные формы, но я думаю, что надо сегодня побороться в тех формах, которых мы имеем, и не очень хороших, не очень таких мягких, чтобы добиться этого прогресса. Спасибо за внимание. Не кажется ли вам, что при российском капитализме, когда работодатель держит зарплату на самом, возможно, низком уровне, высвободившееся время рабочие будут использовать исключительно для дополнительного заработка, а не для изучения Гегеля и Маркса? Нет, мне кажется. Дело в том, что сокращение рабочего времени достижимо, как я уже отметил, в результате коллективных действий рабочих. А когда они уступают коллективным, так сказать, коллективам, да, за что они уступают и какой они забастовочной борьбой ведут? Нет, но никогда показывает, что они не ведут ее только за сокращение рабочего времени, и в первую очередь за сокращение рабочего времени. Они сначала начинают, так сказать, как правило, с борьбы за повышение заработной платы. Но и в ходе этой борьбы уже выдвигают более высокие требования, связанные с сокращением рабочего времени. Поэтому, если рабочие наши, российские, действительно будут добиваться сокращения рабочего времени, то это как раз предполагает, что они добиваются повышения заработной платы. Вот представлять себе ситуацию такую, что они будут сокращать рабочее время, забывая о повышении заработной платы, и о повышении заработной платы, это, мне кажется, совершенно не реалистичное предположение. Ну, а когда уж они добьются повышения заработной платы и сокращения рабочего дня, я думаю, что им понравится вести такую организованную борьбу, и тогда появится время, и появится потребность, чтобы глубже разобраться в общественной жизни, в том числе и почитать Маркса. Я думаю, что передовые рабочие, здесь они сегодня, в условиях, когда рабочее время очень долгое, и зарплата невысокая, читает, штудирует, изучает Маркс, и таких рабочих у нас уже сотня, может быть и тысяч. А в тех условиях они точно будут больше привлечь интерес к изучению марксизма, ленинизма. Вы постоянный консультант Российского комитета рабочих, где из года в год поднимается вопрос о коллективном договоре. Есть ли хоть один коллектив, которому за все эти годы удалось заключить выгодный договор с повышением реального уровня заработной платы? Конечно, есть такой коллектив. Я вот как постоянный консультант, вы сказали, у нас нет такого понятия постоянный консультант, но по факту сложилось, что я с первого дня работы Российского комитета рабочих, с 1994 года являюсь консультантом. Так вот, учредитель Российского комитета рабочих, и таким учредителем была портовая организация морского порта Санкт-Петербург, портовая организация Докеров, как раз дал пример того, какой должен быть коллективный договор в обществе организации, и, безусловно, в этом коллективном договоре была закреплена норма повышения реального содержания заработной платы. Так что этот опыт есть. Мы, Российский комитет рабочих, хорошо очень знаем опыт борьбы Федерального профсоюза, а в виде диспетчеров, они не входят, я имею в виду этот профсоюз, не входят в состав делегатов Российского комитета рабочих, поскольку это не рабочие. Но опыт всего профсоюзного движения у нас освещается. И неоднократно у нас бывали представители, значит, впад сам Сергей Анатольевич Коварев, Олег Бабич, и вот они рассказывали о том, как они добивались повышения заработной платы, и как эта норма была закреплена в коллективном договоре. Она действительно была закреплена, и там много интересного было, что с ростом выручки индексировалась заработная плата. Она как будто бы индексировалась, поскольку долгое время выручка росла очень быстро, то и заработная заработная, денежная, росла очень быстро, и, значит, повышалась реальная. То есть, с многократным опережением роста уровня цен. Так что такой опыт есть. И этого, может быть, хотелось бы больше иметь, да. Но дело в том, что сейчас растет новое поколение, приходят новые люди, молодые люди, которые только включаются в эту борьбу. Но вот на самом деле преемственность поколений борцов – это вот не пустые слова. И новые люди начинают, ну вот, не то чтобы с нуля, но им надо еще освоить этот опыт. Об этом, скажем, тоже Сергей Анатольевич Ковалев говорил, что вот приходят новые диспетчеры в их чудесный профсоюз, и они не представляют, как надо бороться, какие достижения. И вот это большая проблема – как передать опыт, и не просто в виде рассказа, а так, чтобы люди могли бороться не менее успешно, а то и более успешно. Но это проблемы разрешаемые, в том числе благодаря нашему российскому тетер-рабочему. Вопрос от Елены Бановой. Как относится лектор к Фурье и его учении о 12 страстях? Ну, я очень уважаю Фурье как человека, который был социалистом. Я вот описываю на второе место, где ставлю, а социалистом, который произвел очень многие черты, то есть он как раз вот ставил вопрос о чередовании работ, то есть ставил вопрос о уничтожении старого разделения труда. И это великие достижения. И у нас многие люди, которые сейчас живут, в понимании вот этой задачи, задачи уничтожения старого разделения труда, когда одни люди управляют, другие люди занимаются по-звоительному, третьи, значит, искусством. Вот они, эти люди нынешние, современные, стоят ниже, чем Фурье. Ну, а что касается страстей, я думаю, что вот эта идея о том, что есть некие врожденные страсти, которые влияют человека, поведение человека, это все-таки такое идеалистическое представление. Ну, и мы не можем требовать от Фурье, от человека 18 века, чтобы он был в высоте галактического материализма или марксистской диалектики. Давайте ценить ученого, и Глеин об этом говорил, не за то, что он не дал в сравнении с нашим временем, а за то, что он дал в сравнении с предшествующим развитием. И в этом смысле Фурье, конечно, гигант. Вопрос от Кота. В чем определение рабочего класса и его антагониста-капиталиста? Какой, смотря на рабочий класс? Если в общем смысле рабочий класс, то это класс, занятый непосредственно производительным трудом в условиях крупной машины индустрии. Вот что такое рабочий класс. Вы же мне спросили, не пролетариат, но это класс наемных рабочих, который занят в условиях непосредственно производительным трудом в условиях крупной машины индустрии. Если вот хотите сказать капиталистический рабочий класс, а социалистический рабочий класс – это класс, который является, так сказать, совместным собственником средств производства и занят непосредственно производительным трудом в условиях крупной машины индустрии. Вопрос от Сергея Кожухова Насколько большой коллектив Должен сплотиться, чтобы добиться успеха Есть ли шанс у рабочих Небольших предприятий через забастовку Улучшить свои условия Мы с вами знаем Что по закону Организовать забастовку Можно только тогда, когда За это выступит большинство За это выступит большинство То есть если мы имеем ввиду Такую забастовку, которая Предполагает соблюдение всех норм Этого закона То тогда вот насколько Большинство должно быть Большинство Другое дело, что часто бывает Что Организаторам забастовки Бывает меньшинство Но это такое меньшинство За которым идет большинство Передает полномочия, признает и так далее Как у докеров Докеры никогда не были большинством Во многих организациях Но тем не менее Значит их поддерживали И они вот проводили Эту забастовку Потому что Они так Такие требования Уставляли Которые Улучшали положение Всех работников Вы знаете, что у докеров Было очень много Вот это вопрос о том Как заинтересовать Весь коллектив В том числе И вот Инженеров И там все Отделы Ну чтобы они Не мешали Забастовке Как заинтересовать Вот в том, чтобы В том, чтобы Они поддерживали В виде такого Дружеского Нинтралитета Бастующих Рабочих докеров У них же была Как вы знаете Такая сетка Которая устанавливалась В отношении Зарпной платы Это было В приложении К коллективному договору Что вот У докера Там один коэффициент И от этого коэффициента Вернее Один уровень И от него Отталкиваются Все другие То есть Такая привязка была Зарплаты Всех работников Проранжирована К зарплате Докера Как основного Основной профессии В порту И поэтому Очень часто Такая была картина Вот Константин Васильевич Федотов Первый Председатель Портового комитета Рассказывал Что приходили К нему из отделов И говорили Слушай Когда вы будете Вообще бастовать Потому что Уже хочется Повышения заработной платы Да Так что Вот вам как Большинство еще Между прочим Завоевывается Что касается Небольших предприятий С точки зрения закона Ведь не имеет значения Сколько Большое Ну или маленькое Надо чтобы Большинство выступило А так все процедуры Прописаны Безотносительно Я имею в виду Коллективно-тругового Спора И проведения Забастовки Безотносительно К размеру предприятия Так вот Можно даже и предположить Что если вот Небольшое предприятие И все хорошо Другого знают Рабочие То может быть Это и легче Хотя здесь есть И свои проблемы тоже Поскольку Небольшое Значит Работодатель близко Очень Ко всем рабочим Следит внимательно За тем что происходит И может лично давить Ну а еще раз говорю Что С юридической точки зрения Никаких проблем Организовать забастовку В небольшом предприятии Нет Дело за делом Что называется Вопрос от Сергея Фролова Расскажите Состояние Забастовочной борьбы В современной России И об итогах Съезда Российского комитета Рабочих Ну если Брать Официальную статистику То Вот таких Коллективных Споров И Дни потерянных Как считает Официальная статистика Она называет Дни потерянных Забастовок Потери На самом деле Для рабочего С точки зрения Рабочего класса Это приобретение Дни такой активности Да То Величина Очень Небольшая То есть Ну какая-то Просто ничтожно Малая Там Я не знаю Тысячи рабочих Десятки Забастовок Но мы с вами понимаем Что трудовых конфликтов На самом деле В России Число Значительно больше Другое Что Они отражаются В статистике Ну и о них тоже Так вот сразу Не знаешь Потому что Поскольку это Часто стихийным образом Возникающие Такие ситуации То Это люди Не связанные с другими Может быть Не имеющие доступа К средствам Массовой информации Действующим В стране Рабочего класса Тем более Что эти средства Массовой информации Не так популярны В сравнении С средствами Массовой информации Которые Обслуживают интересы Буржуазии Но тем не менее Это уже Значительно шире Но там То есть Действие Они Остановили работу Они выступили С требованиями Знаем Это все-таки Собирание сил Потому что Вот например В рамках Российского Комитета рабочих Мы Об этом подняли вопрос Мы этот опыт Постоянно Анализируем Значит Освещаем В газете Народная правда А эта газета Уже Тираж Ее вырос До 40 тысяч И он вырос Не случайно Потому что Начинает Интересоваться Товарищи рабочие И те Кто сочувствует Рабочим Материально поддерживают Дальше Эта газета Идет Исключительно По проходным Ну Я думаю На 9 десятых То есть Эта идея Значит Скажите Уже Становится Известной Сотни Тысяч Рабочих Потому что Газеты Раздаются Передаются И обсуждаются Ну вот Я думаю Что Раньше Или позже Ну хотелось Ну конечно пораньше Вот этот реальный подъем Забастовочного движения Будет наблюдаться И Думаю Что Работа Российского Ампетита Рабочим В этом смысле Очень полезна Ну правда Надо помнить Что Как это говорилось Раньше Что Иногда бывает Что посев В революционном Движении В рабочем Движении Отделен Отжатвой Десятилетиями Ну я думаю Что на самом деле Все произойдет Значительно быстрее Вопрос от МИА Автоваз уходит на каникулы На три месяца После каникул Планируется Четырехдневная Рабочая неделя На предприятии Следует ли сотрудникам Опасаться этого Схлопывания Ну вот Вопрос конечно Содержит уже и ответ Следует ли опасаться Мы вот Какую картину Видели в 90-е годы Отправляли Работников Очень многих Предприятий Воплачиваемые Отпуска Воплачиваемые Я думаю Что у вас тоже Воплачиваемые отпуска Там вот Простой по вине Администрации Денежки нашли Чтобы ушли На три месяца А потом Значит Приходили рабочие А приходить было некуда Вот Такое Оставление Рабочих мест На такой большой период Ну это вот Всегда настораживает Потому что Я думаю Что многих Уведомили Как раз За два месяца Да Что Ребята Все Происходит сокращение Мы в деталях Не знаем Если на три месяца Значит очень многих Можете уже Уведомили И через Два месяца Что называется Можете не приходить Не приходить На работу То есть Мне кажется Вот Так По-настоящему По-настоящему Я хочу Задавшим вопросом Задавшим этот вопрос Согласиться Что ситуация Это опасная Очень опасная Ну Вот у нас Была тоже ситуация Это не вас А газ В свое время Значит 40 тысяч приблизительно Человек Первой смены Пошли А им сказали Мы Сегодня не работаем И не пускают Их охранники Ну вот Что бы сделали Люди Которые Дорожают Своими рабочими Местами И так далее Они Я думаю Что бы Подвинули бы охранников Ну как это можно 40 тысяч человек Остановить Какая охрана Может остановить 40 тысяч Да И пришли И сказали Вот теперь нам Сюда директор Расскажите о перспективах О гарантиях Давайте все это Нет Они развернулись И ушли Я вам хочу сказать Что Не только первая смена А в целом У нас меньше 20 тысяч Уже занятых Вот Раз вот так люди Дают спокойно Себя Отстранить От работы По усмотрению Работодателя То Это очень опасная Такая ситуация Очень опасная ситуация Поэтому Я думаю Что и на ВАЗе Тоже Хорошего мало На 3 месяца Они уходят Кто придет Чего На каких Слоях придут Как то вот Не надо В такие Сложные моменты Оставлять Рабочие места Казалось бы Мне Если что то Посоветовать Ну конечно Это требует Организации Я знаю Там Петр Золотарев Всегда был Профессорист Единственный Такой боевой Ну и конечно Очень здорово Душили Им не удалось Шрако развернуться Но я не думаю Что вот Единственный Остался Профессорист Он с удовольствием Это воспринял И не пытался Что-то предпринять В конце концов Ну должны Открыться Уши Что называется Да У рабочих Должны они Посмотреть На опыт Того Что в 90-е Годы делалось Когда работников Отправляют Пускай Ну Половина рабочих Гуляли В отпусках И чем все это Дело закончилось Ну и как-то Я бы вот тоже Подумал Что в этой ситуации Которая требует Более решительных И организованных Действий Странных профсоюз С тем Чтобы Ну Получить Максимально возможные Вот максимально возможные В этих условиях Гарантии Занятости Вопрос от Марксистка От марксиста Коли Наиболее известные Медийные экономисты Сегодня Хазин и Делягин Знакомы ли вы С их взглядами Уровнем квалификации И как к ним Относитесь Да Я Сказать Знакомы С их взглядами Это Толковые Экономисты Толковые То есть На что Собственно Направо Неглазьево Он может Не такой Медийный Но Вот это люди Одного поля Это люди Которые Требуют Усиление Роли государства Да И не просто Сказать А государствления А со всеми Соответствующими Инструментами Государственного Регулирования Экономики Нацеленные На большие программы На перспективы На координацию На финансирование Централизованные Инновационные Активности На освобождение От невероятной Зависимости Финансовой И всякой Технологической От западных Стран За утверждение И за развитие Нашего Отечественного Производства Это можно только Поддерживать Вот единственное Что я хочу сказать Что В работах И выступлениях Этих В общем Дельных Людей Экономистов Как-то не выявляется А что будет иметь Рабочий класс Вследствие развития Отечественного Производства Вот и у Глазева Вы можете Прочитать все Что угодно Но он Правда иногда Говаривается О повышении Заработной платы Но что Вот о сокращении Рабочего дня Ни разу я не читал Ни разу не читал Я у Глазева Много работ Как-то вот он Совершенно этого не видит То есть это Прогрессивные люди Но ограничиваются Они Кругозором Да Буржуазия Передовой Прогрессивный Но буржуазия Политриат у них На заднем плане Рабочий класс Поэтому Их В этом смысле Марксистами конечно Нельзя назвать Но марксизм Это Марксизм Это самая Последовательная Научная теория Значит в этом смысле Они Ограничены В своем Научном Кругозоре Вопрос от Ивана Репина Какие отрицательные Моменты будут иметь Место при сокращении Рабочего времени Для рабочего Например увеличение Требований со стороны Работодателя И норм выработки Как с ними бороться Ну вот Разумеется Работодатели Все пытаются Использовать Своих интересах В том числе И сокращение Рабочего времени Которого Которого Работодатели Не подарят А Которого Добьются Рабочие И он будет Пытаться Повысить Нормы Срезать Расценки Безусловно С тем Чтобы в новых Условиях Как-то Увеличить прибыль Не за счет Научно-статистического Прогресса А за счет Просто Прямой эксплуатации Рабочего То есть Этот интерес К выжиманию Из рабочего Максимум прибыли При любых Стоятельствах Он прослеживается Но я хочу сказать Что Вот если Рабочие Добились Сокращения Рабочего дня Я еще раз говорю Что Вот Если мы берем Такой результат То надо брать Его с движением К этому результату Как всегда Мы должны делать Так это движение Состоит в том Что рабочие Организовались Профсоюз Что они Коллективные действия Осуществили Да не просто Осуществили А успешные Коллективные действия Потому что Сокращение Рабочего дня Да еще Без понижения За артной платы Это вообще Высший пилотаж Высший пилотаж Профсоюзной борьбы Вот если Они на таком уровне Находятся Так сказать Своего развития В развитии Своей профсоюзной Организации То им Все эти нападки Капиталисты Ну Не так страшны Потому что Ну Это люди Отмобилизованные Они Ко всему готовы Да и Скать Что бы ни предпринимал Работодатели Они найдут Достойный ответ Вопрос От апокалипсиса Сегодня Идет ли сейчас Экономический передел Мира между США Китаем И Россией Ну Вот я понимаю Что вы ставите Так вопрос Как будто бы Речь идет о трех Империалистических державах Потому что Значит Передел Мира Экономические разделы Передел Это характеристика Империализма Я думаю Что Скать США Конечно же Добиваются Экономического передела В каком смысле Значит В виде Значит Устранения России Вообще Как Экономической державы Ну Потому что Вот то что сейчас происходит Это конечно вопрос Вообще Судьбе России Как государства Если не будет государства России Тут какая будет экономика Ну Какая будет экономика Ну Американская Все мы не понимаем Что То есть Это конечно передел Но Сказать что Китай Поэтому мы не участник передела Ну Какой у нас передел Нам бы Сказать Свою тут сохранить Вообще Неужели Сейчас У России Есть интерес Захвата чего Либо Наверное Некоторые посчитают Что Мы значит На Украину Покушаемся Там Весь смысл Будет передел В том Что надо будет Помогать Украинскому народу Который Восстанавливать Вот все Что разрушено Да И тут опять Не мы виноваты Мы знаем Что Скать Ведут такие Боевые действия Что На заводы Заходят Да Там Прячутся И так далее То есть Пожалуйста Вот надо Вычеркнуть Россию Из Участников Какого-либо передела Это совершенно Абсурдная Теория о том Что Вот Два хищника Вцепились Хищника Значит Россия И хищник Империалистические США Ну это абсолютно Вздорная совершенно Идея Нашли тоже хищника Да А что касается Китая То Китай Тоже не участник Передела То есть Китай Как социалистическая Страна Он Заинтересован В установлении Допрососедских Связей И растущая Экономическая Величина Со всеми странами И в этом смысле Она вполне Понятную политику Ведет Расширение Сотрудничества Со всеми странами Называть это Участием В переделе И в этом смысле Наверное Где-то теряется Влияние США Влияние экономической Китая Но это Совершенно В корне неправильно В корне ошибочно Трактовать как Участие в переделе Имея ввиду Что это Передел Это способ Раздела влияния Между Эмпилистическими Странами Какая Эмпилистическая Страна Китай Сегодня мы Увидели Что Китай Это единственная Страна Которая Крупная Не единственная Индия Тоже Поддерживает Россию И экономически Тоже поддерживает И Обеспечивает Свои экономические Интересы Я понимаю Потому что Видит Нас Тоже Экономическую Союзника И так далее То есть Поэтому Я бы Сказал Что Всякое Нечто В том числе Нечто Которое Называется Мировая Экономика Находится В процессе Изменения И переспрения Сферы Влияния Но Характеризовать Эту картину В целом Как Участие В переделе Совершенно Неправильно Поскольку У нас Есть Сейчас Отношения Когда Мы Рима Китая И США Не отношения Между двумя Эмпеллистическими Странами Или двумя Группировками Эмпеллистических Стран А между Социалистической Державой И Эмпеллистической Державой Это новая ситуация И надо ее Описывать По-новому Вопрос От Ромео Что на Ваш Взгляд Ждет партия ЛДПР После ухода Жириновского Ну Партия ЛДПР Я думаю Свою роль Сыграла Вот Если честно Сказать Потому что Она была Таким Рупором Идей Сказать Власти Существующей При Ельцине Ельцинской Значит Сегодня Такой Существующей Как бы По внешности Независимой И даже В какой-то Степени Такой Оппозиционной Да И ей доверяли Озвучить то Что Было неприличным Для озвучивания Таким вот Партиям Более респектабельным Как Единой России Там И так далее Поэтому конечно Сегодня Ландшафт Поменялся Сегодня Такой Серьезной Позиции Против которой Помните Жириновский Его задача была Какая Оттянуть силы От коммунистов В 90-е годы На выборы Вот это вот На самом деле Было бы не так Может быть Присципиально Но тем не менее Оттянуть силы От коммунистов Значит Обязательно Что-нибудь сказать Антикоммунистическое Вроде как У Единой России Те кто были Предшественники Руки чистые Они вот А вот То есть В этом смысле Надо сказать Что ЛДПР Выполнял работу И не очень Хорошего свойства Но сегодня По-моему Нет Задачи Коммунистов Куда-то там Задвинуть Они уже Вписались В эту систему И конечно Никакого Реального веса Такого угрожающего Существующей вертикали Не представляют Ну и Патриотизм Такой яркий Тоже сейчас Уже Столько говорят Яркого Все стали патриотами Это еще одна нота Которую Которую Апеллировал Жириновский Поэтому думаю Что Не только партия Без Жириновского А сам-то Жириновский Честно говоря Уже сходил с арены Он еле-еле Там набирали Не вот это Я так думаю Что И не потому Что он потерял Какие-то качества Хотя с возрастом Люди теряют качество А просто Время Вот такое Когда надо было Использовать этот рупор Власти Как будто бы Независимая партия Это время уже ушло Ушло Поэтому не думаю Что ЛДПР Конечно ждет Хорошее будущее Вопрос от Сигизмунта Кого вы подразумеваете Под термином Прогрессивная буржуазия Ну какая буржуазия Которая заинтересована В развитии Производительных сил России Непосредственно Ну вот например У нас Оборонные предприятия Развиваются Развиваются Ну что-то у нас В сравнении с тем Что Даже у Украинцев Даже у Американцев Вот они Провели испытание Значит Гиперзвуковой ракеты 5 махов А у нас 27 махов У них 500 километров У нас 1000 километров Но я понимаю Что это задел Советского времени Тоже здесь присутствовал Но извините Задел Задел Надо было сделать сегодня Так кто это делал И для кого это делали Да Ракеты Вообще-то Сказать Ну мы понимаем Что они Не чтобы по России бить То есть вот В этом смысле Это отечественная буржуазия Которая Сказать Заинтересована В развитии Производительных сил Но уже Которую Наши Сказать Западные Как теперь говорят Не партнеры Позаботились Отрезать Экономически От себя И она Экономически Интересами Тоже развязалась Ну какой сейчас Оборонный сектор Что он может Получить из Запада Только попадая В санкции От одной санкции От другой санкции И персональной И на уровне Корпоративном И так далее И что мы Как должны Этих людей Представлять Значит Вставить в один ряд С Брамовичем Что ли И с Мордашовым С какой стати Вдруг Да Которые скулят Как побитые собаки Потому что Видите У них забрали Миллиарды Нет Вот это Разумеется Граница Между Отечественной И неотечественной Существует А граница Как мы знаем Это определенность Которая Не только разделяет Но и сводит Два нечто Тут возможны Переходы Из одной В другой Но тем не менее По персоналям И в интересах Но тем не менее Все таки Мы должны Выделять И такое крыло Нашей отечественной буржуазии И ее позиции Сейчас будут усиливаться Что называется По неволе Потому что Надо будет Восстанавливать Предприятие Восстанавливать Проечные связи Ну и это Позитивная работа И кто будет Выполнять В условиях Капитализма Ну капиталисты Будут выполнять Вопрос от Анны Что ждет экономику России В ближайшее время В ближайшее время Экономика России Работает По инерции Так сказать На том Что было Есть запчасти Есть Комплектующие Запасные В этом смысле Видите Ничего тут Не рухну И так далее А дальше будет Тяжелее В каком смысле Тяжелее А дальше Надо будет Заниматься Какой работой Работой По развитию Я перехожу На технологию Марксизм По развитию Производства Средств производства Для средств производства Да Мы пока Производим Все что Сейчас делается На станках Каких преимуществ Зарубежных Они выходят Из строя Со временем Выйдут Да И комплектующих Нам никто не даст И новых станков Не дадут Значит Ну я понимаю Что-то мы получим Из Китая В общем Короче говоря Возникла необходимость Налаживать Производство Средств производства Для производства Средств производства В чем собственно Состояло ядро Нашей индустриализации Вот иногда говорят Вот и при Сареве Тоже была индустрия И так далее А что же Советская власть Она в чем Так вот мы производили То оборудование Которое позволяло Делать свои станки Станкостроение И так далее Вот Вот это нам придется У нас Вот это В ужасном положении Скажем В Нижнем Новгороде Был завод Станкостроительный Вот его нет Сегодня вообще И так По России Там Ну было 200 тысяч Производства Станков Ну говорят Что это лишнее Сейчас такие Передовые станки Но все таки Десятки даже Передовых станков Которые у нас еще Производят Или сотни Передовых станков Эти 200 тысяч Не заменят Значит Заменили мы это Импортом А теперь Наше станкостроение Вот теперь надо Все это делать Это очень большая Работа Очень сложная И пока Тут много чего Надо сделать Значит Туда отправить И накопления Прибыли И инвестиции Большие Капиталовложения Огромные Надо сделать Тут много чего Надо поменять Значит Если мы это Не проделаем То нас Убликаровать Будет еще Очень долго Ну как Как без Производства Средств Производства Обеспечить Развести Все экономики Так не бывает Это доказано Марксом А если решим Эту задачу То В итоге Мы получим Даже Я бы сказал Большой прогресс Большой прогресс Вопрос От Родиона Многие Предсказывают Мировой Глобальный Экономический Кризис Что вы Можете Сказать По этому Поводу Да Совершенно Неудивительно Что Мировой Капитализм Переживает Кризис В том числе И в рамках Системы В целом Мы помним Депрессию На самом деле Глубочайший Кризис 1229-133 Годов Но Вот вы опять Говорите Глобальный Не замечая Такой мелочи Ну совсем мелкий Там есть страна Какая-то Китай Где Чуть меньше Полутора миллиардов Человек Населения И которые По объему Промышленного Производства Первые в мире Первые в мире Уже Десять лет назад Первые в мире Стало Да И этот отрыв Сказать От США Увеличивается И Соответственно Перспектива Уже Решена Если Китай Если мы выстоим Да То и Китай Тогда выстоит Вот сейчас тоже И этот вопрос Решается Так что Как можно говорить О глобальном кризисе Когда есть такая Крупная экономическая Величина На которой Конечно Кризис в рамках Капиталистической части Я говорю Капиталистической части Мирового хозяйства Отражается Но не определяет Развитие А я вам напомню Что Вот во время Того великого кризиса 29-33 года Была тоже Уже социалистическая Страна Советский Союз Но она была По своей Экономической Мощи Но уступала Многократно Современному Китаю Поэтому Становка Несравнимая Она сейчас Вот Изменилась В пользу Социалистической Страны Так у них Был упадок А у нас Вот строили Заводы Очень бурно В том числе За счет того Что нам Поставляли Оборудование Чтобы как-то Поддержать Эту свою промышленность Как-то выйти Из кризиса Капиталистического Вот по этому Смысле В этом смысле Китай Это тоже Какой-то демпер Вот этого Кризиса Капиталистической части Мира Поэтому Какой тут Глобальный Может быть Кризис Если в Китае Вот мы Имели Ситуацию 2008 2009 Годов 7 Там раньше Начиналось Да Было Некоторое Сокращение Производства И в США И в Европе Это тоже Тянуло На вот Звучало Как мировой Финансовый Кризис Не всякий Финансовый Кризис Это Характеризует В целом Экономический Кризис Но тем не менее Там было и падение Промышленного Производства И что Сдержало Сейчас вот опасаться Что весь мир рухнет И так далее Когда есть такая Величина Как Китай Ну уже можно Думаю что не опасаться Можно не опасаться И Ну Сказать Если только Вот не хотят Совсем как-то Изолировать Китай Но это знаете Россию Это очень трудно Изолировать А Китай Который Десятикратно По своей Экономической мощи Превосходит Россию Изолировать Но это Это вообще Просто будет самоубийством Не знаю Кто на это пойдет Поэтому я не думаю Что будет Какой-то кризис Каблистическое Может рехнуть Еще не раз А что такое Циклические кризисы Они Значит Никуда не делись И не могут деться Поскольку Сохраняется Экономическая основа То есть Обновление Основного капитала У них может идти Вот за счет Такого кризиса Ну да Поскольку у нас Государственный Монополистический Капитализм сегодня Значит фаза кризиса Сглажены Фаза вернее Цикла сглажены В том числе и кризис Очень такой Мимолетный Но это Покупается Ценой Замедления Темпов Экономического Роста В сравнении С Китаем В том числе Поэтому Мне кажется Не стоит опасаться Вот такого Что все Все прямо Все мировое Хозяйство Нет Есть уже Прогрессирующая часть Мирового Социалистического Хозяйства Вопрос от Сергея Фролова Насколько опасна Профсоюзная борьба В России Во время Специальной Военной Операции Ну я думаю Что опасности Сказать Никакой Не представляет Потому что Уж если брать Ну это опасность От кого Может быть Сейчас вот идет Такая Операция То есть тут можно сказать Что кто представляет Опасность Тот кто выступает Против операции Тот кто не патриот Тот кто пытается Нарушить ход Там Производства И так далее Я вам хочу сказать Что рабочие Подавляющие Своей массе Это патриоты Они патриоты По своему Экономическому положению Это вот Некоторые публики Которые считали Мы Самые прогрессивные Мы Программисты Я ничего не имею Против Программистов И так далее Но Просто у меня характер Турал такой Что сейчас С сотнями А то и тысячами Программисты Значит программируют Сидя в Грузии Да Они на второй день Собрали чемодан И поехали Все вдруг Чего поехали то Ребята Что с вами Куда вы Россия то Где же Патриотизм Ваш где Вы же хотели Тут вот Революцию Совершать А что то Куда то У вас Запал пропал Не только Революционный Но вообще Патриотический Вы хотели Жизнь то Россию улучшить За счет Этой революции Все забыто Все уехали Все куда то И сколько Рабочих уехало Рабочие Вот они Значит Денные Ношно Теперь Куют Оружие Для спецопераций Для борьбы С нацизмом И фашизмом Американским Во внешней политике Да Поэтому Самые сейчас Глубокие Патриоты Как раз Рабочие Никакой рабочий Ущерб Обороноспособности Выступать не будет Но Очень будет И наверняка Уже есть такие Охотники Которые Из числа Капиталистов Работодателей Которые Под предлогом Того Что сейчас Такая сложная Ситуация Значит Попытаются Ухудшить Положение Рабочих Там Дополнительные Сверхурочные Надо Не надо Значит Лидер Смены Рабочие Отказаться От выходных Там Сказать Занизить Понизить Зарпную плату Хотя есть Возможность Может быть Ее повысить То есть Вот спекунуть На этом моменте Людей Из числа Работодателей Они всегда О всем спекулируют Да Скажем Опыт Первой Немной войны Создавались Промышленные Комитеты И чем Занимались Эти промышленные Комитеты Да Тем Что Значит По сути Казнократства Завысить Цены Там Такие Заказы Сформировать Чтобы Как можно Больше Себе Прибыли Врывать Я Отнюдь Не идеализирую Нынешнюю Нашу Буржуазию Что Да Конечно Она Должна Заниматься Организацией Производства Но Желание Воспользоваться Этой ситуацией Для Казнократства Никуда Не остановит Так Так Рабочие Своей Забастовочной Борьбой Вот Эту Казнократскую Такую Линию Поживиться За счет Государства За счет Интересов В целом Страны В пользу Вот этих Особых Частных Интересов Я думаю Что Забастовочная Борьба Как раз И профсоюзная Работа Как раз Поставит Предел И никакой Профсоюз Не будет Требовать Повышения Зарплаты Ущерб Производству Но Отстоять Свои Интересы Законные Должны Профсоюзные Я вам должен Сказать Что Военное Время Близкое К войне Это Время Очень тяжелое Для Профсоюзного Движения Например В свое Время Американские Профсоюзы Великой Отечественной Вернее Вторую Мировую Войну Заключили Такое Партнерское Соглашение Что Дескать Какое Повышение Зарплаты Какие Забастовки Отказались От забастовок Значит Капиталисты Озолотились Рабочие Нет Так А если Капиталисты Озолотились Значит Была Возможность Улучшить Жизнь Рабочих Была Общу Не улучшили А потому Что С германским Фашизмом Отказались От своих Законных Прав Хотя Ну Обстановка У них Не требовала У них Военных Действительных Территорий Не было Поэтому Не надо Пугать Кого-либо Профсоюзным Движением Потому что Профсоюзы Стоят Самые Настоящие Патриоты России С головой Они И наоборот Надо Использовать Силу Профсоюзов Для того Чтобы бороться В том числе С казнократством Расхищение Государственного Заказа Государственного Заказа Да И поэтому Значит Созидательная Инициатива Рабочего Класса Она В любых Обстоятельствах Спасительна Для Страны Иван Репин И все-таки Борьбу Целесообразнее Начинать с борьбы За повышение Заработной Платы Или за Сокращение Рабочего Времени Борьбу Жи проще Будет вести Постепенно Поэтапно Ну Вот я Думаю Что Как раз Пытался сказать Что тут Не надо Эти задачи Противопоставлять Реально Сказать И Наверное Больше понимания Будет у рабочих Как раз Борьба За повышение Заработной Платы Но Вот я еще раз Говорю Что Но мы же Не должны повторять Только то Что делали до нас Должны же мы Вот Что-то Передовое Использовать Да Но в чем Развитие стоит В том что В усложнении Там Сказать В усилении Прогрессивных Тенденций Вот если мы Будем организовывать Забастовочную борьбу Так как Вот Самые передовые люди Организованы Я имею в виду Видят сокращение Рабочего времени На час Потом на два То вы достигнете Обеих целей И зарплату повысить Потому что Непосредственно Вы будете За что биться За зарплату Да И даже Я согласен С товарищем Что это легче Будет Набрать Большинство Коллектива А там Требуется Большинство Чтобы пройти Всю эту процедуру По закону Под лозгом Повышения Заработной платы Да Прежде всего Речь идет о тарифной Ставке на самом деле Потому что Зарплату Общий заработок Вы можете увеличить Попытаться так Как делают Многие рабочие Выйти еще одну смену И заработок увеличится Нет Мы говорим Именно о тарифной Части Или о вкладе Месячном И так далее Чтобы Не варьировали Увеличением Рабочего времени А осуществлять Забастовку В виде Фактического Сокращения Рабочего времени И вот Вы достигнете И того И другого Осуществляя Таким образом Забастовку Вы повысите зарплату И в конечном счете Вы Преучите И сами Привыкнете К мысли Что можно Зарабатывать больше Работая По времени меньше И капиталистов К этому приучите Поэтому я бы не стал Эти задачи Противоставлять А формально Да Давайте бороться За повышение Заработной планы Вопрос от Сергея Кожухова Какая валюта Может быть использована В международной торговле После отказа От доллара Ну тут Вопрос Если брать его В такой абстрактной Постановке Как Сформулировал Спрашивающий То ответ такой Валюта той страны Которая экономически Самые мощные Но мы знаем Что экономически Китай уже мощнее США Да Поэтому Вот вам и ответ Юань конечно Куда тут денешься От юаня Потому что Мировой экспорт Это в основном Промышленный экспорт Это экспорт Из Китая Если Встанет вопрос О том Что доллар Надо Ограничить Сферу применения А нас перед этим Нас перед этим Подставили Значит ну понятно Что мы с Китаем Будем как рассчитываться Ну в юанях конечно Ну и То есть Перспектива с этим связана Юань Тут гадать нечего Потому что Это выражение Экономической мощи Я должен сказать Что это Рост экономической мощи Китая Будет продолжаться Значит и роль Юани тоже будет повышаться Вопрос от Ивана Репина Какие классы Сегодня можно Видеть и обозначить Кроме рабочего класса И класса капиталистов Телефонист на заводской ТС К какому Классу относится Понятно Значит Ну я хочу сказать Что Вот Люди Скать Которые учатся В Красном университете Это люди Разучающие Марксизм и ленизм Мы знаем Что в капиталистическом Обществе Есть основной Два основных класса Да Это Капиталисты И класс Наемных рабочих Ну а есть Промежуточные слои Ну есть класс конечно Мелкой буржуазии Вот я думаю Человек который спрашивал Не имел ввиду Мелкой буржуазии Надо еще поискать Ну есть наверное Да Ну кто Вот у нас Там будочка стоит Сапожник работает Ну кто это Мелкий буржуаз Собственные средства Производства На рынок Индивидуальные Да Он не нанимает Никого И сам не нанимается Но это такой класс Который Я не знаю даже Можно ли Харрисовать его Как класс Вот имея ввиду Удельный вес Экономики России Поэтому Есть так называемые Мелкобуржуазные слои Которые фактически Не относятся К мелкой буржуазии Ну кто это Ну вот те которые Тоже наемные работники Но не рабочие Наемные Поэтому Телефонист В этом смысле Это социальный слой Мы конечно Берем его так В широком смысле Сказать Интеллигенцию Я Но в эту интеллигенцию Мы понимаем Что интеллигенции В строгом смысле Это люди умственного труда А есть люди которые Если Они не выполняют Функции Производительного труда То это Вроде бы как Они интеллигенции Не требуют Такой высокой квалификации Но тем не менее Люди Не производительного труда Поэтому иногда Так говорили Специалисты И служащие Специалисты Это люди Высоквалифицированного Ус downward А служащие Ручины Операций Уполняющие То есть Это не является класса поэтому дальше я не знаю сказать что вы имеете да там по телефонистам еще от телефонист такой который сам там провода какие-то тянет или там ремонтирует я не знаю телефонные аппараты или что такое то это граница между рабочим классом и вот людьми непроизводительного труда что же границы считает и те и другие функции точно так же как продавец да пока он нарезает колбасу и выкладывает сказать или упаковывает скажем продовольственные продукты он какой рабочий он производительный рабочий это продолжение производства в сфере обращения горослава маркса а когда он смотрит навешивает ценнички и смотрит чтобы там у него что-то не утащили не дай бог кто-то не утащил или там принимает вас деньги это кассир да вам чек выдает это непроизводительные функции кто он тогда граница вот границы сказать между рабочим классом и рабочим вот таких граничных работников наверное все больше и больше иногда это даже коррекцировали так что стираются грани между рабочим классом и рабочим то есть расширяется границы расширяется число сказать работников которые отчасти заняты производить ртору частью непроизводительным трудом а в перспективе что будет у нас если бы брать далекую перспективу так и будет что все люди будут заниматься и производительным трудом ну и я не знаю там час 2 в день да и не производить на туром часа 2-3 ну иметь свободное время все люди Вот граница так сотрется, что все будут сочетать эти функции. Так, ну вопросов больше нет. Все. Большое вам спасибо. Спасибо большое за вопросы, уважаемые правители. Да, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok